Галина Геннадьевна, поздравляю вас с уступлением в должность и скупаю вам в митинге. Теперь у городской думы женское лицо. Кандидатуру Галины Андреяновой на должность спикера поддерживают единогласно. Безупречная репутация и 15-летний опыт государственной и муниципальной службы – главные ее козыри. Я хочу поблагодарить всех за оказанное мне доверие и надеюсь, что будет оказана огромная поддержка правительства Николая Ивановича в вашем лице и города Самары. Это заседание первое и в истории думы шестого созыва и в жизни большинства депутатов. Ряды народных избранников пополнили новые лица. Теперь депутатов не 35, как раньше, а 41. Впервые в городском ЗАГС-собрании представлены партии Родины и ЛДПР. Статус-кво сохранили справедливые росы и коммунисты. Лидерство бесспорно принадлежит Единой России. 36 депутатов – члены партии власти. На первом заседании парламентарии формируют профильные комитеты. Открытым голосованием определяют их руководителей. Новая гордума – еще один этап реформы местного самоуправления. Следующий шаг – передать исполнительную власть общественным советам. Не от того, что мы ими не хотим заниматься. Мы хотим, чтобы они постоянно занимались этой работой и люди не искали правды за 3-9 земель, а на месте могли бы сходу решать многие те проблемы, которые решаются на месте. Еще один важный вопрос в повестке – назначить исполняющего обязанности главы города. Единогласно этими полномочиями наделяют Олега Фурсова. Перед нами стоит очень серьезная ответственность, связанная с тем, что в рамках выбранной кампании было дано очень много наказов. Мы должны с вами в таком согласии, в неком таком единении и понимании, конечно же, эти наказы отработать в самое ближайшее время. Я с своей стороны гарантирую вам, что все наши службы будут сориентированы на то, чтобы пожелания людей были реализованы. Марина Матвеевична, Артем Сулайман. События.